Егор, ну вот почему сложно, что ли? Я столько раз тебе говорила, мы деревья сохраняем, магу разделяем, но это же не сложно. Иди в баню, Лера. О, кстати, вот, вот об этом я тоже хотела с тобой поговорить. Ну вот знаешь, как в бане классно раскрываются поры, все таксины. Знаешь, иди сам в баню, потому что я там уже была. Осень наступила, а значит самое время заняться укреплением своего иммунитета. И одно из лучших средств для этого – это баня. Некоторые специалисты рекомендуют посещать парилку в качестве профилактики, например, тех же респираторных заболеваний. Высокая температура в бане способствует потоотделению. Вместе с потом через кожу выводятся продукты обмена веществ – это соли, металлы и мочевина. Кроме того, баня отлично стимулирует механизмы терморегуляции, нарушение которых зачастую связано с нарушениями в работе центральной нервной системы. Поэтому баня – это еще и великолепное средство для успокоения нервов. Ну и серотонин в парилке тоже вырабатывается, а он отвечает за ощущение счастья, снижает уровень умственной усталости и стресса, что тоже немаловажно в современных реалиях. При посещении бани важно взять с собой веник, потому что, как известно, в бане веник дороже денег. Веник может быть абсолютно любым, он может быть березовым, дубовым, эвкалиптовым, в общем, тем, который вам нравится. А как долго он должен до этого сушиться? То есть должен ли он быть прям такой сухой-сухой, либо чуть-чуть помягче? Вот как выбирать? Ну, здесь на самом деле все зависит от сезона. Понятно, что зимой вы не найдете свежий веник, поэтому пользуйтесь сухим. И здесь нужно понимать, что важно его правильно заварить. Самая главная задача заключается в том, чтобы лист оставался пушистым и чтобы он крепко держался. Кто-то его заваривает, замачивает в холодной воде, кто-то его держит в пакете предварительно несколько часов. Но я предпочитаю заваривать его в горячей воде, но не в кипятке, для того, чтобы он не разварился. Вот да, я тоже несколько раз замечала, что заваривают именно в холодной воде. Вот в чем тут отличие в холодной и в горячей? Ну, опять же, смысл заключается в том, чтобы лист напарился, чтобы он был влажный, чтобы он крепко держался. Если вы заварите его сразу же в кипятке, то он разварится и быстро облетит. Если его заваривать постепенно в холодной воде, тогда он лучше напитается водой и будет крепче держаться. Но, опять же, если у вас позволяет время. Какие есть еще советы при посещении бани? Может, головные уборы? Обязательно себе что-то, на чем можно сидеть? Обязательно нужно одевать головные уборы для того, чтобы защитить свое здоровье, чтобы не перегреться, получить удовольствие и пользу от бани, а не вред. Вот. Но также рекомендуется взять с собой тапочки, какую-то простыню, чтобы на ней сидеть. Ну и, собственно говоря, это все. Сейчас, наверное, спрошу более о таких женских моментах. Очень многие берут с собой еще и скрабы, потом наносят всякие масла, крема. То есть вот тут нужно или нет на эти раскрытые поры что-то наносить? Вообще, да, это достаточно частая практика, но лучше это делать уже не в парилке, а в моечном отделении. Потому что в парилке нужно просто наслаждаться теплотой и, собственно говоря, не мешать другим получать удовольствие. Что касается самого момента, да, когда тебя парят веником, как стоит к этому подходить? Сначала немножко разогреться в бане, несколько раз посетить на несколько минут, а потом уже париться. Какие здесь есть нюансы? Ну, здесь на самом деле все зависит от пожеланий людей. Кто-то предварительно греется, и я рекомендую сначала погреться, прогреться, чтобы организм был подготовлен. Вот. И самое важное, когда вы паритесь веником, нужно нагнетать теплый воздух. Нет смысла бить себя слишком сильно, в этом нет никакого толка. Вот. Поэтому берете веник и слегка себя обмахиваете. Есть ли какая-то система, с чего нужно начинать? Сначала со спины, там, с ног до головы, то есть порядок парения. Ну, на самом деле здесь можно поступать именно так, как вам больше нравится. Обычно начинают париться с ног и идут вверх. Как часто стоит посещать баню? Да, вот такой вопрос тоже многих интересует, и давайте спросим у эксперта. Достаточно посещать баню один раз в неделю, но если вам нравится баня, ее можно посещать и чаще, два, три, четыре раза в неделю. Но здесь самое главное – это умеренность. То есть не нужно переборщить, все должно быть по самочувствию. На этом, наверное, это были все банные советы. Да, помните, баню стоит посещать именно правильно, тогда от нее будет польза. Верно? Абсолютно верно. Мы ждем и приглашаем вас в нашу баню, делаем все для того, чтобы вам здесь понравилось. Как всем известно, в каждой общественной бане есть разделение дней. В Ленинской, например, мужскими днями считаются понедельник, четверг и суббота, а женскими – вторник, пятница и воскресенье. К слову, она уже открыта после ремонта, и все посетители могут оценить преимущество новой парной. В ней постоянно поддерживается максимально комфортная температура и влажность. А если вы вдруг пришли париться и поняли, что что-нибудь забыли – тапочки, шапочку, веник или что-то еще – не спешите разворачиваться. Все необходимые банные принадлежности есть в наличии при входе в баню, чтобы ничего не смогло отвлечь вас от правильного пара и отдыха. Егор, знаешь, как я провожу каждый свой вечер? А ну-ка, удиви, пойди, вязать начала. Ну, знаешь, еще пару дней, и мне действительно придется вязать, потому что дома так холодно, что я каждый вечер провожу под одеялом. Валерия Алексеевна, спокойно. Во-первых, бабье лето никто не отменял. Ну, а во-вторых, в социально значимых объектах, уже больше, чем их в половине, появилось тепло. Это же примета такая. Если в школе стало тепло, жди тепла в квартире. Пермские тепловые сети подключили к теплу 435 бюджетных учреждений города Перми – школы, детские сады, больницы и вузы. Сейчас отопление подается в 66% объектов от общего плана. Среди запускаемых объектов – ЦТП-26 в Кировском районе Перми на улице Охотников. Отсюда тепло и горячая вода поступят в объекты соцсферы. Для начала подачи тепла на соцобъекты нужна, в первую очередь, заявка от директора самого соцобъекта. Далее, тепловая инспекция выдает задание. При условии, что оборудование и инженерные системы готовы к зимнему сезону, мы открываем подачу тепла на ЦТП в тепловых камерах. Со стороны тепловых тепловых сетей мы готовы. Мы работаем для вас. Отопительный сезон в Перми стартовал 9 сентября, согласно решению мэрии. В городе ТПлюс обеспечивает теплом и горячей водой 867 социально-культурных объектов. Также энергокомпания подает теплоресурсы для жителей свыше 8 тысяч многоквартирных домов, подключение которых к теплу, согласно решению администрации Перми, начнется после 19 сентября. В ходе летней кампании энергокомпания проверила 2056 километров тепловых сетей, оборудование 4 ТЭЦ, 29 котельных и 10 насосных станций. Проведена замена 71 километра тепловых сетей. Все эти меры направлены на бесперебойное теплоснабжение жителей. Это была программа «То, что надо». С вами была замерзающая Валерия Ермакова и экономный Егор Тверетинов. Пока-пока. Валерия Ермакова и экономный Егор Тверетинов.